Людмила Ляшенко чудом осталась в живых. В 2016 году возле ее дома в Попасной, где она прожила всю свою жизнь, упал снаряд. Сильно повредил жилье. В момент обстрела женщина была дома с сыном и 19-летней внучкой. Война застала ее в пожилом возрасте. Сейчас женщине 73 года. У меня в доме подвал. Там под тем домом у меня подвал. Все в подвал. Мы еще не успели туда забежать. И слышим «го-го-го». И мы туда в подвал как бы упали. И как все начало сыпаться, все летит. Вот эта стена как начала сыпаться и все в доме. И мебель, и телевизор, и камп, все полетело. С тех пор ночевать в подвале для Людмилы и ее семьи – привычное дело. Почти три года они провели в полутьме холодных бетонных стен. Оборудовали ночлег. В особенно тяжелые дни не выходили даже днем. Это духовку ставила и готовили. И одеяло было тут, и матрас. Ну, как холодно. Пуховиками укроемся, закутаемся в шапки. Конечно, холодно было. Правительство Японии в рамках программы ООН выделило Людмиле Ляшенко 83 тысячи гривен на восстановление жилья. Переезжать женщина не хочет, а на эти деньги поставила пластиковые окна, восстановила фасад, сделала ремонт в ванной и туалете. Говорит, она решительно настроена отстраивать свой дом, хотя в населенном пункте до сих пор слышны взрывы. Слышим опять снаряд. Вот. Елки-полки, мамочка. Я уже все у меня трусит. Делегация посольства Японии в Украине во главе с послом Такаши Курай посетила Луганскую область, чтобы проверить, на что были потрачены деньги, предоставленные ими в рамках программы ООН и ЮНИСЕФ. В золотом, рядом с которым прошло разведение войск, посмотрели на отремонтированную столовую в местной школе. Когда сделали ремонт, тут аж приятно стало кушать. У нас едальня тоже постраждала. Подчас обстрела у нас не было викон. Сначала нас готовили солдаты, делились остальным шматком хлеба. А когда появилась наша едальня, благодаря этим людям, мы сейчас имеем возможность собрать громаду. Мы решили сделать едальню, такую, которую еще нет у нас в Попаснянском районе. Благодаря иностранной помощи в столовой поменяли окна, сделали капитальный ремонт помещения и закупили всю необходимую мебель и посуду. У нас школа была просто разрушена. Сюда попадало много даже снарядов. Иногда мог сидеть в классе, и у нас на лестнице было разбитое окно, попал снаряд. Посол Японии пообещал, что в следующем году его страна снова выделит финансовую помощь на восстановление Луганщины. Мы приоритизировали три направления на будущий период. Это медицина, это обучение и это создание новых рабочих мест. Но также, поскольку я увидел, очень много таких людей, когда они уже в очень сложной ситуации, я понимаю, что, может быть, мы также должны продолжать с гуманитарной поддержкой. В этом году правительством Японии на восстановление Луганщины было выделено порядка 800 тысяч долларов. За эти деньги отремонтировали более 300 домов, помогли школе в Золотом с ремонтом столовой, а в Северодонецке – университету в создании площадки для социальной адаптации студентов, в Новотошковском детской комнаты для семьи. В следующем году также планируется отремонтировать более 300 разрушенных объектов за деньги международных доноров. В июле правительством Украины было принято решение о выдаче денежной компенсации за разрушенное в ходе боевых действий жилье на Донбассе. Предельный размер компенсации составит 300 тысяч гривен, но у экспертов есть серьезные сомнения касательно воплощения идей Кабмина в жизнь. Ведь планируется, что компенсацию будут выдавать из госбюджета, но эти деньги будут включены для возмещения в консолидированную претензию Украины к России как стране-агрессору. «Отременная компенсация за житло, которое было сруйновано, будет отбаваться по этапам две черты. Первая черта – те, кто остались на территории населенного пункта, и другие – те, кто выехали за территорию населенного пункта. Того, чего нет сейчас в ТБ, в основном и недвижимости». И пока депутаты в Верховной Раде разбираются в законодательстве и продумывают механизм выплаты компенсации за разрушенное жилье, люди вынуждены обращаться за помощью во все международные организации, писать проекты по восстановлению жилья и разрушенной инфраструктуры и доказывать, что действительно нуждаются в деньгах для того, чтобы хоть как-то выживать в прифронтовых населенных пунктах Донбасса. Продолжение следует...